Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видео-серия для начинающих садоводов и огородников. У нас сегодня передают 31 градус жары. Вчера было тоже 30. И самое время поговорить о поливе томатов. Вот сейчас на том месте, где у меня росли томаты в тоннелях, которые были под снегом, потом выросли прекрасно, на этом месте теперь растут мои помидорчики. И я хочу рассказать, как я поливаю. Я сначала расскажу, как нужно их поливать, как советуют специалисты, потом расскажу, как это делаю я. Я уже снимала одно видео под названием «Как правильно поливать томаты». Но там я рассказывала именно о дозировках воды, как обильно нужно поливать весной рассаду до цветения, как во время цветения и во время завязи плодов, как когда плоды созревают. И обостряла момент на том, что нормы воды должны быть разные. Сейчас я поговорю именно о том, какой полив любят томаты. Томаты не любят, когда им льют на листья воду, в отличие от огурцов. Если огурцы можно опрыскивать, сверху дождевать, ну все короче, все виды воды они любят и под корень и на листья, то томаты любят по принципу, полив сухая голова, мокрые ноги. То есть поливать их нужно под корень, по советам специалистов, агрономов, теплой водой и оставляя сухими листики. Но, как видите, моя крутилка-дождевалка поливает все подряд, потому что вот я высадила столько корней, много, у нас стоит 31 градус жары. И ясно, что когда стоит вопрос, или полить теплой водой каждую под корень, но часть не успеть полить из этих, ясно, что я физически не способна полить все это поле теплой водой под корень. У меня, во-первых, нет столько теплой воды. Во-вторых, мне нельзя лейку таскать по состоянию моего здоровья в связи с возрастом. В-третьих, это займет очень много времени, пока я последних буду поливать, пока, короче, каких-то буду поливать, следующие уже засохнут. Я вынуждена делать так. Делаю так уже много лет. В крайних случаях включаю прям вот такой полив. И вообще поливаю всегда холодной водой, потому что теплой у меня нет на такое количество корней, кустов. Теплой водой поливаю только огурцы и перцы, а помидоры поливаю холодной водой. У нас своя скважина подземная, вода, конечно, ледяная. Но хочу заметить, что если у вас тоже есть проблема с теплой водой, то если вы хотите поливать холодной, нужно начинать это с самого раннего возраста. Так же, как человек закаливается, так и рассада. Я вот ее высадила и сразу с первого дня буду поливать вот такой холодной водой. Потому что если ее начать поливать теплой водой, она привыкнет. Потом вы в какой-то момент захотите перейти на холодный душ, для нее это будет стресс. И растение, возможно, не примет такой полив. Для него будет плохо. У меня они холодный душ принимают с первых дней, с самых первых дней. Но опять же я говорю, что это мера вынужденная, потому что у меня большой объем. Я одна его обрабатываю, я не в силах каждый кустик подливать под корень, где-то брать эту теплую воду тоннами. Мы вот так вот. Но у нас сибирские помидоры, у нас сибирские условия. Мы закаливаемся, у нас люди в 30-ти градусный мороз в прорубях купаются и чувствуют себя прекрасно. Помидоры от нас тоже не отстают. Они все закаленные, здоровые. Через месяц-два увидите, какое прекрасное помидорное поле будет вот под таким холодным душем. Все. До свидания. Все видеоролики, которые я снимала о посадке, о выращивании рассады, томатов, огурцов, можно найти у меня на странице в Одноклассниках. Заходите. Ольга Чернова, 56 лет, город Бийск, Алтайский край. Но опять же повторюсь, что полив холодной водой, это мера вынужденная. Если есть возможность, поливайте тепленькой водой под корень и не мочите листики. Томаты будут вам за это благодарны. Желаю всем хороших урожаев, несмотря хоть с холодной водой, хоть с теплой. Все равно у нас в этом году будут прекрасные урожаи.